Это программа «Территория закона». Вот о чем расскажем сегодня. Убийство и пожар в Сторожиловском районе расследуют трагическую смерть хозяина квартиры и его бывшей супруги. Забило сожителя насмерть подробности зверского убийства в Рязани. Теперь задерживают нарушителей и на воде. Сотрудники Росгвардии в Рязани начали патрулировать акваторию Аким. Застрелил одноклассника из отцовского охотничьего ружья. Эта история потрясла Рязань. Трое школьников после учебных занятий пришли в квартиру к одному из мальчиков. Желая продемонстрировать одноклассникам имеющееся в доме оружие, ребенок достал его из сейфа. В результате неосторожного обращения произошел непроизвольный выстрел, причинивший смертельное ранение. В связи с тем, что в ходе проверки выявлены признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 224 Уголовного кодекса Российской Федерации, а это небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, что повлекло смерть человека, органам дознания в тот же день возбуждено уголовное дело в отношении владельца оружия. По ходатайству следственного органа указанное уголовное дело прокурорам было передано для производства предварительного расследования в железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань. В квартире с закрытой изнутри дверью произошел пожар. Когда огонь потушили, обнаружили тела мужчины и женщины. Следователи проверили версию о двойном убийстве, следы которого пытались уничтожить при помощи огня. Восстановить цепочку событий и узнать возможные причины трагедии помогла криминалистическая экспертиза. Загадочное убийство произошло в Старожиловском районе. Жители увидели у соседей дым в квартире. Когда приехали дети, войти в нее не смогли. Пришлось выбивать дверь. После того, как пожар потушили, нашли два тела – хозяина квартиры и его бывшей супруги. Сначала рассматривалась версия, что их убили. На место происшествия выехал следователь-криминалист отдела криминалистики регионального следственного управления. На теле женщины были обнаружены ножевые ранения. Орудие убийства долго искать не пришлось. Нож сжимал в руке ее сожитель. Как выяснилось, он сначала убил ее, а потом предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. Он поджил действительно это помещение, но при этом еще самостоятельно нанес себе телесные повреждения над тем же самым ножом в области сердца. От причиненного телесного повреждения он также скончался на месте происшествия. Аналогичное преступление произошло в ноябре 2018-го в Скопинском районе. 39-летний житель в ходе ссоры с сожительницей из-за употребления им спиртного нанес женщине несколько ударов ножом по различным частям тела. 35-летнюю потерпевшую спасла ее дочь, которая прибежала из соседней комнаты, услышав шум и крики. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Очередное застолье закончилось трагически. Следователи московского МСО направили в суд дело в отношении Рязанки, которая во время пьяной ссоры избила сожителя ногами и руками, сломала ему ребра и оставила умирать. Чтобы доказать ее вину, следователям пришлось проводить множество экспертиз. Трагедия произошла в Рязани в декабре прошлого года. В доме у женщины, работавшей дворником, собрались друзья. Все они были давно знакомы, компания выпивала. На бытовой почве произошла ссора. Женщина в очередной раз стала избивать своего сожителя. Интересные повреждения причинены были как руками и обутыми ногами, так и напильником металлическим. В ходе следствия обвиняемая неоднократно меняла свои показания. От полной непричастности к совершению преступления до выдвижения версии о том, что данное интересное повреждение погибший причинил себе сам в результате неосторожного падения. Избитого мужчину оставили лежать на полу и пошли за спиртным. Утром выяснилось, что он не подает признаков жизни. Женщина свою вину в убийстве отрицала. Она несколько раз меняла показания. Говорила, что сожитель пришел избитым домой. Потом, что он подрался с собутыльником. В ходе расследования все эти версии отработаны и подтверждений не нашли. На месте преступления были взяты смывы, которые показали наличие крови погибшего. А это значит, убийство произошло в этой квартире. Установить орудие убийства, которым причинили колото-резанные раны, удалось благодаря показаниям свидетеля. Как выяснилось, во время приступа гнева женщина схватила за напильник, которым закрывали дверь. Обвиняемая была достаточно властной женщиной, умеющая командовать. И погибший фактически находился у нее в полном подчинении, безвольно. Более того, установлено, что она до этого неоднократно причиняла ему телесные повреждения, то есть фактически избивала его. Женщине предъявлено обвинение по статье «Умышленный причинение тяжкого вреда здоровья, повлекший по неосторожности смерти и грозит срок до 15 лет лишения свободы». В Рязани полицейские задержали бывшего участника Слановской преступной группировки. По данным пресс-службы регионального МВД, в конце марта в подъезде дома на улице Черновицкой молодой человек получил проникающее ранение в живот. Полицейские установили, что удар нанес 50-летний рязанец. Он был объявлен в федеральный розыск. Его многократно судили за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В том числе он являлся участником процесса по Слановской преступной группировке. В декабре прошлого года в Рязани четверо неизвестных напали на мужчину, который подъехал на автомобиле к своему дому. Злоумышленники, причинив потерпевшему ранение в область живота, похитили у него 3 миллиона рублей. Сотрудники Управления уголовного розыска ОМВД России по Рязанской области установили личности нападавших. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в Москве, Рязанской, Ивановской областях и в Кабардино-Балкарской республике, установлено и задержано 7 мужчин в возрасте от 22 до 47 лет. Большинство из них ранее неоднократно судимы. Приговор по уголовному делу в отношении подсудимых, входивших в преступные сообщества во все, оглашен в Октябрьском районном суде Рязани. Молодые люди занимались незаконным сбытом наркотиков на территории Рязанской области и ряда других регионов. Участники преступной группировки вовсе общались между собой только через интернет. Были в структуре и взаимосвязанные между собой подразделения. Руководитель и куратор регионов, те, кто помогал наладить каналы незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ, и межрегиональные курьеры, те, кто занимался перемещением наркотических средств. Также руководитель разработал общую схему обрушения преступной деятельности, которая основывается на бесконтактном способе незаконного наркотических и психотропных веществ путем производства в дневных закладах, а также используем программы мгновенного обменения сообщений телеграмм и невоимодействующих в сети интернет, замешивая программа в телеграмм. В электронных платежных системах, которые позволяют лицам, входящих в состав преступной организации, я дню в шляпочку незаконный сбыт лицам, входящих в наркотических средств и психотропных веществ в различных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Рязанской, Новгородской, Кировской, Пенсинской и Ургонской республики. В Рязанской области куратором региона был человек под никнеймом Владимир Суровый. Одним из звеньев преступной организации были и так называемые склады. Их роль заключалась в получении крупных партий наркотиков от вышестоящих членов преступной организации, их хранения и изготовления из них новых видов наркотических средств, расфасовка, производство оптовых закладок и передача описания местонахождений закладок так называемым помощникам в регионе. Были в преступной организации как оптовые, так и розничные закладчики. Первые получали оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ посредством закладок, расфасовывали их на более мелкие партии и занимались производством точно таких же закладок. В обязанности розничных закладчиков входил непосредственно сбыт расфасованных партий. Еще двое подсудимых оказывали содействие участникам преступной организации в сбыте наркотиков. Во взаиморасчете злоумышленники использовали криптовалюту, а также платежный сервис Киви. Оперативные сотрудники вели наблюдение за данными членами преступной организации, долгое наблюдение. По оперативной информации они при проведении оперативно-рыскных мероприятий, например, в частности того же оперативно-рыскного мероприятия наблюдения, следили за данными лицами и при определенных обстоятельствах подходили к данным лицам. Но, как правило, эти обстоятельства заключались, вот они приходили именно на места закладки. Или забирать предназначенные для них закладки, или наоборот делать новые закладки. Вот, и на этих вот местах закладок оперативные сотрудники проводили задержание данных лиц. Сотрудники полиции задержали 6 человек. Самому младшему из них 22 года, а старшему 58 лет. В настоящий момент им вынесен приговор. По словам прокурора, четверо осуждены по статье «Участие в преступной организации». Также у четверых покушение на статью «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». У двоих подсудимых покушение на пособничество оказания содействия. Одному из осужденных назначено 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, поскольку у него была наиболее тяжкая статья. Далее, троим подсудимым назначены 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии. Строгого режима. И двоим подсудимым назначено 5 лет лишения свободы условно с испытальным сроком 5 лет. Стоит отметить, что руководитель преступной группировки вовсе точка бис и его помощник до сих пор не задержаны. Правоохранительные органы занимаются их поиском. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Прокуратура через суд обяжет установить освещение на 7 участках дорог в Спасском районе. Проверку провели в начале года. Дороги действительно опасны для пешеходов. На одном из участков произошло 2 смертельных ДТП. Дороги, освещение на которых будет установлено через суд, находятся в населенных пунктах. Общая протяженность опасных участков – порядка километра. Некоторые дороги даже не были поставлены на кадастровый учет. Из-за этого муниципалитеты не могли принять участие в федеральных и муниципальных программах, чтобы получить средства в рамках софинансирования на установку освещения. Между тем, деньги в районе Были по итогам 2018 года 4 миллиона рублей на решение дорожных проблем остались неиспользованными. В результате проведенной проверки установлено, что дороги общего пользования, проходящие по улицам села Дегтяное, село Гавриловское, село Огородниково, село Острое Лука Спасского района Рязанской области, не обеспечены искусственным освещением в соответствии с установленным государственным стандартом, что создавало опасность для граждан при передвижении по дорогам в ночное время. У муниципалитетов есть 14 месяцев на разработку технической документации и установку освещения. Если дороги не приведут в порядок, глав могут привлечь к ответственности от штрафа до реального срока. Пресекают правонарушения на воде. Сотрудники Рязанского ОМОНа теперь проводят рейды на Айке, в том числе совместно с другими правоохранительными органами. Задача для всех одна – охрана правопорядка. В воду Айки выходит скоростной катер КС-700. Оборудован он двигателем «Ямаха» – 250 л.с., максимальная скорость катера – 80 км в час. Только вот команда на катере необычная. Это бойцы отряда ОМОН Управления Росгвардии. Когда мы выходим на патрулирование, кроме, естественно, капитана судна, находится наряд, который непосредственно принимает участие в охране общественного порядка, в охране особых объектов, таких как наши гидроузлы, водоканалы, мосты. Рейды проходят систематически, согласно карте маршрута патрулирования. Выходят в основном в воду Айки. Маршрут утверждается управлением Росгвардии. Сам он для служебного пользования, поэтому рассказать о нем не могут. Проводят рейды либо самостоятельно, либо совместно с другими службами – с полицией, линейным отделом внутренних дел, а также с ГИМС. В основном, на данный момент, сейчас мы проводим совместные операции с МВД, с МВД, также в планах с Государственной инспекцией маломерных судов и с Рыбнадзором, именно по браконьерам и пресечению преступлений на водоохранных объектах. Есть на катере и небольшой универсальный КПК. Он работает в нескольких режимах – радиоэлектронная слежка, гидролокатор, эхолот и так далее. В данный момент, сейчас у нас стоит, РЛС работает, мы видим все проходящие, грубо говоря, сюда, ближайшие там в 3-4 милях нам навстречу и сзади нас. Также мы можем менять тут позиции, уходить на эколоты, которые показывают глубину, в данный момент сейчас глубина 3,5 метра. Если во время рейда замечают нарушителя общественного порядка, то их просят ход застопорить, подходят ближе и проверяют документы. Если нарушения действительно имеют место быть, то вызывают сотрудников ГИМС или УМВД для составления протокола об административном правонарушении. В рейды уже выходили, говорит капитан корабля, и нарушения действительно выявлялись. К сожалению, на улице становится все теплее, а скоро и купальный сезон начнется, так что количество нарушений может увеличиться, замечает он. И в конце выпуска о юных инспекторах дорожного движения рязанские школьники приняли участие во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Соревнования прошли в 69-й рязанской школе. На автоплощадке установлены знаки, лежачие полицейские, разметка, работает светофория. Все в миниатюре, но почти как на дороге. Участники конкурса должны проехать на велосипеде по своему маршруту, не нарушая правила. За каждым наблюдает сотрудник госавтоинспекции. На перекрестках было сложно и перед железной дорогой. Прошло все хорошо, мне очень понравилось, очень добрый инспектор попался. На соседней площадке сдают экзамен по основам медподготовки. В летах два вопроса, теоретические и практические. Аптечка, чтобы показать, как будешь действовать, если на дороге произошла авария. Закрыт перелом литрной кости. Давай. Можно взять... Сначала показываем, где у вас с тобой бедрец. Вот. Вот, правильно. Можно взять палку и сделать шину. Шина, это надо, получается, закрепить эту палку в месте перелома. В это же время в соседнем кабинете идет экзамен на знание правил дорожного движения. Он чем-то напоминает тот, что сдают в ГИБДД. Вопросы на экране монитора ответить на каждый нужно за 30 секунд. Дети изучают правила дорожного движения, повторяют, знакомятся друг с другом, делятся своими знаниями о правилах дорожного движения со своими сверстниками, получают и узнают что-то новое, чтобы потом и далее распространять полезную информацию среди своих сверстников. Юные инспекторы дорожного движения учат сверстников правильно вести себя на дороге. Лекции они не читают, все занятия проходят в игровой форме. Узнать, кто подготовлен лучше, поможет конкурс «Агитбригад». По итогам всех состязаний из 17 команд выберут трех победителей и лауреата. Лучшая команда будет представлять Рязань на региональном конкурсе и получит в подарок велосипед. Для остальных участников ГИБДД подготовили сладкие призы. Это была программа «Территория закона». Увидимся через неделю. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова